Магазинные рынки уже начали предлагать староскольцам аппетитные арбузы и дыни. Насколько безопасны сейчас полевые бахчевые? Чем богата ягодная вкуснятина? Нитратами или полезными элементами? С этими вопросами мы обратились к руководству Староскольского Роспотребнадзора. Елена Катаева объясняет, что любой покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество сладкого товара. У нас не регистрировалось в течение ряда лет, я вообще не помню, чтобы что-то регистрировалось. Именно отравление арбузами или дынями, как бы конкретно. Превышения по нитратам были в некоторых пробах несколько лет тому назад. Выявлялись в дынях, в дынях арбуза нет. И вообще вся эта продукция, которая реализуется, она проверяется. Если вам продавец предъявил все документы, которые свидетельствуют о качестве этих арбузов и дынь, то, конечно, можно приобретать. Да я не пробую, я ем столько в августе. Речь, естественно, идет только об организованной торговле – в магазинах, рынках, специально оборудованных торговых точках, а не о продаже с земли. Продавцы уверяют, содержание нитратов ранних бахчевых в норме. Но настоящая ценность арбузов и дынь не столько в отсутствии вредных элементов, сколько в большом количестве полезных веществ. Потому покупать их рекомендуется все-таки после 15 августа. Именно тогда на наши рынки попадают бахчевые, собранные действительно на полях. Чей арбуз, девушка? Саврополь-Славский, вкусно. Выбирайте. На какой парочке? Парочку, давайте мы. Давай.